Не страшны нам теперь холода и обещанные заморозки в ближайшие выходные. Сегодня тепло начало распространяться по городу Чебоксары. В первую очередь нагреваются батареи в больницах, школах и детских садах. Но чиновники обещают, что к началу следующей недели тепло поступит уже практически в каждую квартиру. Дай воздух, чтобы трубы теплее были. Вот видите, шипеть. Воздух уходит, и потом будет труба становится реальным. Вот так начался отопительный сезон в школах города. Пока не проверишь каждую батарею, теплее в классе не станет. В третьем лицее Чебоксар сотрудники проверили на сегодня половину третьего этажа. Чтобы выпустить воздух из батареи по всей школе, понадобится около недели. Вот тогда точно станет намного теплее. Вот и все. И так каждый кабинет. В детском саду «Солнышко» температура воздуха всегда комфортная. Все это благодаря модернизированной системе отопления и новому тепловому узлу. В подвале установлен специальный регулятор. Подобный автомат сам решает, какую температуру установить в помещении в зависимости от температуры на улице. У нас в саду стало тепло. Воздух греется. Температура в группах примерно 19-20 градусов. Детский сад отопительный сезон подготовился. Вот окна все утепленные. И двери у нас на доводчиках, на домофонах. Поэтому в детском саду, я думаю, зимой деткам будет очень тепло и уютно. Эта районная котельная снабжает теплом весь северо-западный район. Котлы здесь полностью автоматизированы. Все функции выполняет умная техника. На экране компьютера хорошо видно, в какие дома сейчас поступает тепло и какая температура в радиаторах. На сегодня тепло придет лишь в половину учреждений здравоохранения и образования. За один день дать тепло всем невозможно. Время подключения отопления зависит от готовности самих потребителей и от оперативности работы персонала, который обслуживает внутридомовые тепловые сети. На сегодняшний день все объекты коммунальной инфраструктуры подготовлены в полном объеме к эксплуатации в зимний период. У нас в городе крупный поставщик тепловой энергии – это ТГК-5, филиал Морел и Чуваши, это ТЭЦ-2, отапливает примерно 45% потребителей. Второй – это крупный поставщик тепловой энергии ООО «Коммунальные технологии». У них в аренде находится 56 муниципальных котельных. На одной из них мы находимся, самой крупной районной котельной. И кроме этого еще у нас 9 ведомственных котельных от предприятий, которые отапливают незначительное количество жилых домов и объектов в социальной сфере. Почему невозможно одновременно подключить? Потому что подключение объектов производится поэтапно. Сначала подключаются одни. При подаче тепла сначала система сливается до осветления. То есть вся грязь, которая может находиться на объектах, она должна сливаться полностью, а потом уже на циркуляцию ставится. Уже к понедельнику в большинстве жилых домов столицы тоже станет теплее и комфортнее. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика.